В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее. И лишь одно место, метро. И наш долг – спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного, а не сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное – непозволительная сейчас роскошь. Так, окей. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с Черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В поле зайдете? Нет, открой межлинейный тоннель. Да что же оно? Межлинейник? Ну вот там же тупик. Не опасно, да? Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Так, ладно. Если мы не сюда, Артём, сюда пошли. Аккуратнее там, с генераторами. Отлично. Так. Все думают, что метро – это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть метро – особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы». Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Так. Я прям в его шаге вижу, как он спешит. Помни, главное – найти чёрного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро – живое существо. Дышащее. Обладающее душой и мыслящее. Не входить. Таак. 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 так что он в дневнике написано я помню как корбот называл операцию я помню как корбот называл операцию которую они собирались провести в октябрьской экспериментом что если это бой не было прелюдией в великой войне а просто тестом нового ужасного оружия что если красные просто отвлекают орден от и ганзу в то в это время готовясь к более мощной ошеломляющей атаки я хотел быть солдатом чтобы защищать человечество но вся кровь которую я пролил не помогла мне предотвратить войну которая уже началась я не для того остановил я не принял не стал супергероем способным убить злодеи и спасти целый мир не то чтобы я мечтал об этом все мечтают но когда война начинается большинство просто становится пушечным мясом многие даже не выживают не переживают свое первое столкновение и я как маленькая шестеренка могу только вращаться на предопределен предопределенной оси вокруг предопределенной оси и смотреть как огромное огненное колесо flywheel вентилятор файл как раскручивается вентилятор бой не поймем и зашли койл файл нужно будет смотреть потом это возможно но сейчас посмотрю интересно что такое файлы пропеллер ой вы маховик файл выл это маховик смотреть как массированный махом громадный маховик резни раскручивается это возможно почему возможно поэтому я иду вместе с ханом возможно это единственный шанс что ты тут надо быть насторожен за погнали же лухое место от я мог пройти капец он супер осторожно идет а а а а а а а Слышишь? Приготовься! Он тут катнулся. Хан, ты видел, как я тебя прикрывал вообще просто профессионально? А он вообще не стреляет теперь? Что если я хочу зайти сюда? Надо потрошек взять и птичку взять. Читов надо не взять. Пойдем. 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 Маме что-то есть. Дверь там есть. Занимательно. знак решетка прогнила да и приварено наспех артём помоги я помогу артём жги паутину дальше смотри вода мы почти пришли где-то недалеко часто дерьмо какой полезен единый чувак вокруг смыкается тьма главное не потеряться в них теперь не спеши и ничему не удивляйся 1 а мне тебя живая на это место думаю это тебя артём тут нельзя долго оставаться это она река судьбы великая иногда выглядит жалко а 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 Думай о чёрном. Не бойся, сюда тебя привёл не я, а сама судьба. Дальше! Иди дальше! Думай о чёрном, и река вынесет тебя к нему. Я, видимо, плохо думал о чёрном. А может, хорошо. Что за дичь? Что за дичь? Узнаёшь? Это башня. А там внизу городище чёрных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу. Своими руками. Это их город. Их дом. Всё, что от него осталось. Да уж. Жесть. Гляди, это он. Чёрный. За ним. Быстрее! Быстрее! Только бы его не потерять. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Да. Попробуй ещё раз, Артём. Чёрный. Он всё ещё в цирке уродов. На поезде. Смотри. За ним, скорей. Впереди. Скорей, вперёд. Почти нагнали. За ним! Чёрт. Нет! За ним! Ох, жесть. Ух. Так. дьявол я и забыл что это река не только мистическая сущность а 5 кажется мы снова в обычном мире когда мы выходили из реки думая он и сейчас где-то недалеко но поезд явно где-то здесь что я рассказал тебе про черного наша судьба спасти его и может он спасет всех нас ok я не верил ему в такое нельзя поверить но хам не обманул меня это странная река вернула меня в прошлое в миг когда я послал сигнал и уничтожил всех черных а потом вышвырнула меня вместо где я могу найти единственного живого из них беспомощного и безобидного детеныша хан назвал его последним ангелом окей поезд должен быть где-то рядом я это чувствую ты слышишь и 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 у нас взорвали я понял держись артем еще двое держись артем давай не дадим нас обогнать вот он как только поравняемся с поездом перепрыгивай иначе остановить его нам не удастся красные они уже на поезде огонь я постараюсь не отстать так ну бог но он а я я а ШУРТ! ПОТЫ! Да елки-палки! ПОТЫ! ПОТЫ! Так аптечек! Так аптечки чуть-чуть взял... его взял или нет взял хан никогда не знаю что от него ожидать я даже не знаю кто он путешествующие философ философ волшебник гость из параллельной вселенной как он зарабатывает свою жизнь спасая жизнь спасая людей или убивая их а он всегда заставляет меня чувствовать что я не понимаю ничего о жизни о мире в котором мы живем он показывает мне вещи я которые не могу объяснить и которые никогда не смогу он делает очевидные вещи абсурдными и абсурдные вещи становятся логическими и натуральными что если он прав что если черные были не демонами не порождениями ада но ангелами что если бы они могли спасти нас если бы мы смогли перебороть животное внутри нас и найти общий язык общения с ними что если маленький черный который сидит в клетке в поезде что если он действительно последний ангей ангел что если он будет выносить вершить суд над нами и и и и так это была последняя птичка какая жесть да ёлки почему по мне попадает а я по нему друзья куда вы стрелять не видно ничего ой опять Пять! 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 Что произошло? О! Так... Мама! 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 Артём! Мальчик мой! Какой-то большой стал! Лицо! Увидел! Мама! Мама, мне страшно! Не бойся! Ничего не бойся, мой милый! Мама, не уходи! Мама, не уходи! Мама, не уходи! Я совсем один! Теперь ты не один! Теперь ты первый! Мы помнили тебя и ждали Мы могли помнить мысли всех наших А ты всех убил Теперь я один Хм Ребенок И пока я сам жив Пока бьется мое сердце я буду его защищать Хан говорит Мы как-то сможем использовать его чтобы остановить войну Да он способен творить чудеса Но я не хочу его использовать Его война кончилась когда я навел ракеты на его дом На его семью Да Блин он что горит Вверх Воздух Вверх Черный Вверх Тут хорошо Вокруг Сияние Внизу Трудно Дышать Плохо Жить Ты меня отпускаешь Ты меняешься Я буду идти там где сияние Но рядом с тобой Но рядом с тобой А ну пошли А ну пошли Кыш 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 свалили бы отсюда ребят я могу видеть офигеть не понимаю как ты видишь боятся устал все получается прям должен был их крошить там да нельзя да ты и другие люди сильные вы можете убить всех так видимо у меня дробовик куча патронов накопилось ничего но нельзя и можно нельзя я пойду с тобой ты знаешь нужное мне пока не могу понять что-то важное что и 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 Ладно. Тихо. Срань. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. Ха! Ха! Ничего себе. Тихо. Тихо! Тихо. 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 Приятел. Тихо. Тихо. Нет. Тихо. Невая. А тихо. Не видимо, я поверил ehrlichся. так запись первая записка я вспомнил почему у меня иммунитет к влиянию черных я на самом деле выбор избран но я не родился таким я стал таким в тот день когда открыл воздушный шлюз и тот день когда мне было суждено умереть я должен был быть разорван на части дикими зверями но черный спас меня я был первым человеком которого они встретили это просто так получилось и до того как еще до того как и у меня был шанс испугаться он прикоснулся ко мне потому что это тот способ благодаря которому они устанавливают связь этот сложно сделать с взрослыми но с детьми они еще не очерствели их душа еще свободно от скорлупы и не легче подступиться я стал первым окей Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Крылатые, красные, сильные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь где-то должен быть еще дневник Смотри, их много ДимаTorzok 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 Так Дневник Отлично ДимаTorzok 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 сиротой а вернулся перворожденным сыном я должен был создать связь между ангелами и людьми вместо этого я направил на них ракеты был только один выживший теперь стоит передо мной ребенок сирота один во всем мире круг замкнулся сюда здесь много этих мертвых лежит может быть здесь они штурмовали какую-то станцию что-то были будут какая-то животина а давай вот блин вот блин вот вот так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...